На всеобщих местных выборах, прошедших по всей Молдове 20 октября, явка избирателей в районе Басарабяска составила чуть более 37%, что почти на 5% ниже, чем в среднем по стране. За кандидатов в советники районного совета избиратели голосовали следующим образом. 23,5% набрала партия социалистов. Около 16% – независимый кандидат Валентин Чемпоеш. На 1% меньше – блока КУМ. Чуть больше 11% – ДПМ и порядка 8,5% – ЛДПМ. За остальных кандидатов проголосовало менее 5% избирателей. Таким образом, у партии социалистов будет 8 мандатов, у блока КУМ – 5, у демократов – 4. ЛДПМ получит три мандата и по одному партия ШОР, наша партия и партия коммунистов. Кроме того, в совет войдут четыре независимых кандидата – Валентин Чемпоеш, Николай Кендигелян, Георгий Бешляга и Сергей Замшилкин. Несмотря на то, что это распределение мандатов между конкурентами уже окончательное, имена народных избранников ещё могут измениться. Мы уже в суде готовим материал для суда, для признания полномочий избранных советников. Этих избранных уже признают их неполномочия, мы выдаём им удостоверение. А те остальные остаются, суд их утверждает, и они остаются как запасные. Если человек или кто-то из советников перешёл куда-то или по необходимости оставил, потому что там есть государственные служащие, не могут быть и там, и там, то он выбирает или остаётся советником, или же оставляет работу. Поэтому они передвигаются и эти переходят потом через центральную комиссию, их утверждает их неполномочия. По результатам голосования за кандидатов в советники городского совета также лидирует партия социалистов. Ей оказали доверие почти 39% избирателей. С небольшим отрывом на втором месте оказался независимый кандидат Валентин Чемпоеж. У него около 36% голосов. На третьем месте – партия Шор, за которую проголосовало порядка 6,5% горожан. Остальные шесть электоральных конкурентов в общей сложности набрали менее 19% голосов. Исходя из этого, мандаты в горсовете распределились так. У партии социалистов будет 19 советников, у политической партии Шор – один. Также в состав совета войдут три независимых кандидата – Валентин Чемпоеж, Николай Кендигелян и Алексей Рябов. Среди кандидатов в примары города Басарабяска больше всего голосов почти 46% от общего числа набрал независимый кандидат Валентин Чемпоеж. На втором месте с результатом почти 40,5% расположился кандидат от партии социалистов Пётр Пушкарь. Это означает, что они оба проходят во второй тур выборов на пост главы города. Ну, скажем так, конечно, мы надеялись немножко на лучший результат, но в общем мы довольны. Мы взяли первое место и в районе, мы взяли первое место в городе по городским советникам. Мы прошли во второй тур, у нас разница с кандидатами небольшая. Я считаю, что у нас шансы самые большие, потому что сегодня мы понимаем, что законодательная власть, городской совет полностью практически находится под властью партии социалистов. А районный совет совместно с блоком ОКОМ будут возглавлять социалисты. Поэтому, конечно, было бы важно, чтобы и примарь мог сотрудничать с городским и районным советом, чтобы конкретные дела показать в городе. Даже несмотря на эту тяжелую предвыборную кампанию, я хочу поблагодарить всех тех людей, которые отдали за меня голоса. За их доверие и за то, что они оценили ту мою работу за 4 года. Я хочу обратиться к тем, кто поддержал моих электоральных конкурентов. Я действительно не буду их делить на своих и чужих. Я действительно, даже если они выразят поддержку в будущем, буду точно так же отстаивать и их интересы. По мнению независимого кандидата Валентина Чемпоежеда, предвыборная кампания была одной из самых грязных. И даже в день выборов не обошлось без нарушений. Я говорю, что конкуренты мои вели себя недостойно. Я считаю, что партия социалистов должна была быть снята с предвыборной гонки. Заходить в лайф прямо в преддверии выборов и предлагать свои услуги от партии социалистов. А это именно бесплатный транспорт. И вот этот подвоз на каждый участок наших бабушек, дедушек, это уже должен был ЦИК отреагировать. Мы посмотрим, как они отреагируют в дальнейшем. Если нет, то останавливаться мы не будем. Данное заявление прокомментировал кандидат от партии социалистов Пётр Пушкарь. От партии социалистов такого не было. А все частные люди, которые выходят в эфир, партия социалистов не может настигать ответственность за раз. А второе, то, что мой конкурент пишет жалобы, это ещё раз показывает о том, что человек нервничает, человек боится. Но мы на это всё не смотрим. Мы всегда были честны с людьми и дальше будем честны. Сейчас самое важное – оправдать то доверие, которое люди доверили партии социалистов и мне лично. По словам председателя окружного избирательного совета Басарабяска, 20 октября были зафиксированы и другие нарушения. В основном касалось агитации. Одни на другого. Там производили видеозаписи и так далее. Были нарушения, связанные с размещением агитационного материала. На деревьях цепляли по улице Ленина и так далее. Ну, все эти нарушения мы их оформляем. Сейчас отдаём материалы в суд. Есть регистры у нас, они зарегистрированы от каждого совета на территориях. И суд будет рассматривать. Второй тур выборов пройдёт в Молдове через две недели – 3 ноября. Кроме Басарабяски, примаров будут выбирать в сёлах Садоклия и Башкалия. В остальных населённых пунктах района выборы примара завершились в первом туре. И везде эти должности сохранили за собой прежние главы местных администраций.